Первые итоги масштабного мероприятия. Пермские компании работают на выставке «Золотая осень» в Москве. X5 Retail Group заявила о намерении продать помещение магазинов «Карусель». По пермскому объекту решение пока не принято. Контракт почти на 400 миллионов евро. «Метафракс» выбрал лицензиара проекта комплекса «АКМ». В итоге дня в новостях Прикамин РБК. Я Рустам Багизов. Здравствуйте. Пермские компании подводят итоги первого дня работы на агропромышленной выставке «Золотая осень». Участие в ней принимают крупные химические предприятия, работающие на территории Прикамин, Уралхим и Уралкалий. Сама выставка уже побила много рекордов. На площади более чем 30 тысяч квадратных метров представлено более полутора тысяч экспонентов. В нем принимают участие 68 регионов страны, также 15 зарубежных государств. Уралкалий и Уралхим представили объединенный стенд. Его посетил и Дмитрий Медведев. Руководители предприятия рассказали премьер-министру о планах своих предприятий, о предстоящих планах по реализации программы импортозамещения. Выставка хороша тем, что можно пообщаться в одном месте со всеми нашими крупными покупателями. Все крупнейшие агрохолдинги представлены на данной выставке. Мы встречаемся с руководством, обсуждая планы. Они закупают у нас всего более 2 миллионов тонн одобрений в год. Поэтому для нас это очень важно присутствовать здесь, развивать российский рынок для того, чтобы российские фермеры получали больше урожая. Завтра также состоится презентация новинок от обоих предприятий. Кроме того, Уралхим проведет совместную с Осколковой презентацию лучших инновационных продуктов и стартап-проектов в области повышения эффективности агропромышленного производства. Вопрос передачи ледового дворца «Молот» в аренду. Краю может быть решен до конца недели. Эту информацию нашему телеканалу подтвердили источники в Мотоверихинских заводах. Предприятие является владельцем спортивного комплекса. Вопрос поднимался еще в августе во время визита главы региона на предприятие. Тогда обозначалось, что взятие на баланс края объекта спасет комплекс от закрытия. Как сообщает издание «Коммерсант», это решит проблему с регулярным отключением аренды от электроэнергии. В понедельник РБК сообщал, что в Молот прекращалась подача энергии. Это связано с задолженностью в размере более 2 миллионов рублей. Ожидается, что размер аренды составит примерно 2 миллиона 700 тысяч рублей в месяц. До момента передачи объекта края, по данным издания, краевые власти будут напрямую оплачивать коммунальные услуги. В частности, объем платежей Пермоэнергосбута составит от 1 до 1,5 миллионов рублей в месяц. Передача дворца, как ранее уже озвучивалось, снимет с Машхолдинга затраты на его содержание, которые оцениваются до 50 миллионов рублей в год. Собеседник РБК Перем в Министерстве спорта поясняет, что оценочная стоимость для выкупа дворца спорта как раз может достигнуть 500 миллионов рублей. На самом предприятии отмечают, что планы пока остаются те же. У Машхолдинга есть желание передать дворец, но переговоры с краем еще не закончились. Продажа пермского гипермаркета «Карусель» пока под вопросом. Решение о том, какие именно магазины этого формата будут проданы в регионах, X5 Retail Group примет к концу года, сообщил телеканал РБК Перм сам ритейлер. О намерении продать гипермаркеты «Карусель» стало известно от нескольких источников, работающих на рынке коммерческой недвижимости столицы. На конец июня текущего года ритейлер управлял девятью десятками магазинов этого формата с общей торговой площадью – 380 тысяч квадратов. Это почти 8% совокупных торговых площадей группы. Эксперты рынка считают, что в настоящий момент X5 является собственником около 60 своих гипермаркетов. Их продажа, по мнению аналитиков, может принести компания порядка 20 миллиардов рублей. При этом ритейлер продолжит управлять гипермаркетами «Карусель» после сделки на продаже и последующей аренды. Представители X5 сообщили, что компания пока анализирует спрос на ряд объектов недвижимости в собственности, в которых расположены гипермаркеты, в том числе и относительно пермского актива, площадью 16 тысяч квадратов. Напомню, инвестиции в строительство пермской «Карусели» составили более 700 миллионов рублей. Контракт на 388 миллионов евро заключила компания «Метафракс» с швейцарской фирмой «Казалиэсэй» лицензиаром масштабного проекта строительства комплекса на производство аммиака, карбамида и меламина. В Губахе информацию о сделке раскрыла сама компания. Стоимость сделки по текущему курсу более 26,5 миллиардов рублей. Причем размер сделки составляет почти 80% от стоимости активов компании. «Казалиэсэй» займется проектированием, закупкой оборудования и управлением строительства нового производства. Кроме того, швейцары проведут обучение персонала установки. Также «Метафракс» отметил РБК, что с компанией «Казалиэсэй» также заключен лицензионный договор и договор на базовое проектирование общей стоимостью 20 миллионов евро. Новый завод должен быть построен к 1 июля 2021-го. Кроме того, почти такую же сумму «Метафракс» намерен потратить на сами строительные работы. Определены два российских генподрядчика. До конца октября с ними должны быть подписаны контракты. Официальный курс доллара снизился на 15 копеек до отметки 57,78. При этом рубль довольно стабилен даже на фоне снижения нефтяных котировок. Аналитики отмечают, что завтра рубль может получить дополнительный стимул для роста на фоне роста котировок нефти из-за отчета Минэнерго США по запасам и сегодняшнего заявления Владимира Путина о том, что Россия полностью выполняет все обязательства соглашения ОПЕК+. И само соглашение может быть продлено до конца следующего года. За причинение многомиллионного ущерба бюджету города и края при строительстве спорткомплекса «Победа» сегодня к 2,5 годам колонии приговорен бывший председатель спорткомитета администрации Перми Алексей Мартюшов. Осудили их с чиновника по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, Мартюшов дал указание внести изменения в проектно-сметную документацию на строительство комплекса «Победа», после чего выросла стоимость металлоконструкции. Окончательная стоимость объекта составила 423 миллиона рублей, из которых 68 было выделено из федерального бюджета. Но вариант проектно-сметной документации чиновник на госэкспертизу не направлял. В итоге бюджету города и края был нанесен ущерб в 28 миллионов рублей. Но еще до вердикта суда чиновник из администрации был уволен из осужденного уже взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме. Ну а на этом пока все. Смотрите, читайте РБК и хорошего вам вечера. РБК и хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова